Всем привет, друзья! Меня зовут Нубик Алексис и добро пожаловать в Майнкрафт! Сегодня мы с вами попытаемся выжить в мире лавы! Вы не поверите, но ещё вчера здесь ничего не было, здесь была обычная пустыня, но сейчас, если, например, посмотреть в окна, то вы увидите целую кучу лавы и ещё вот там свинозомби есть и какие-то лаки-блоки! О, ребята, это омега-лаки-блоки! Но эти лаки-блоки какие-то синие, мне кажется, что это водяные какие-то лаки-блоки. Очень странно то, что они находятся именно в мире лавы. Но чтобы у меня получилось выжить, я надеюсь, что вы поддержите меня своим лайкусиком, подпишитесь на мой канал и нажмёте на колокольчик, если ещё вдруг кто-то этого не сделал. Ну а я, ребятки, сейчас выйду, в принципе, к себе в дворик. У меня здесь очень маленькая территория, просто лава здесь всё затопила. Единственные монстры, которые не боятся лавы, это свинозомби! Их там, смотрите, очень много! Мне кажется, что они не дадут мне разрушить вот эти вот лаки-блоки, но у меня, по-моему, здесь в доме были какие-то доспехи. Да, ребятки, давайте мы с вами возьмём эти кожаные доспехи. О, этот меч наносит 30 урона! Я и забыл, что у меня здесь есть такой крутой меч. Сейчас мы с ними разберёмся. Также можно взять, например, часть землицы. Да, я же нубик, я обожаю везде носить с собой землю. Ну и, конечно же, в дорогу хлебушек. Пока что кушать я не хочу, но со временем я думаю, что я обратно проголодаюсь. Итак, в первую очередь мы с вами, наверное, будем строиться, ребята, вот где-то к этим вот лаки-блокам. Давайте вот так вот аккуратненько это будем делать. Так, хорошо, в принципе, пока что блоков нам хватает. Мы можем даже через раз их ставить. Хотя с меня такой плохой паркурчик, что я не хочу, в принципе, рисковать никак. Заходим и тадам! Да, ребята, они меня не трогают. Ну да, в принципе, главное их не зацепить. Если я их не буду трогать, то, по идее, они тоже меня не будут трогать. Ну а вот если вдруг я случайно кого-то ударю, вот как вот этого вот зомби, то я его уничтожу с первого раза. Серьезно, своим крутым мечом. Да я их не боюсь, этих зомбиков. Смотрите, я с первого раза их всех уничтожаю. Ну да и ладно. В принципе, главное, что мы с вами проложили маршрут к одним лаки-блокам. Давайте мы сейчас попробуем с вами их разбить. Вау, паук вылез. Смотрите, ребята, он сразу пошел в лаву и сейчас погибнет. Какой он глупый. Хорошо, давайте тогда дальше посмотрим, что здесь есть. О, это газ! И он меня уничтожил. Ну хорошо, что я, в принципе, появляюсь в своем домике. И он еще, кстати, взорвался, наверное. Да, наверное, был какой-то необычный газ. Потому что, смотрите, еще часть моей территории, в принципе, взорвалась. Ладненько, давайте тогда возьмем еще, в принципе, половину лаки-блоков. Своих 7 штучек. Я думаю, что мне должно их хватить, чтобы достроиться вот туда вот к тем лаки-блокам. Так, аккуратненько, ребятки, достраиваемся. Эй, я не могу там вставить блоки почему-то. Не знаю почему. Давайте тогда сделаем себе небольшой паркурчик вот такой вот. Но, наверное, только сюда я не допрыгну. Ну, хотя нет, ребята, все хорошо. Я допрыгнул. Кстати, здесь мы с вами можем позаимствовать часть блоков. Давайте этот блок я заберу. Иди-ка ты сюда. А, он сразу прогорел. Капец, я уже обратно не доберусь. Ладненько, будем надеяться, что эти лаки-блоки будут какие-то счастливые. Так, мотыга выпала. Вау, и блоки, и шерсти, ребята, но они прогорают. Мне кажется, что они могут загореться, и тогда будет все очень-очень плохо. Но я надеюсь, что эти блоки не скоро загорятся. Хотя нет, они уже начинают гореть. Но ничего страшного. Главное, что мы проложили уже путь до следующего блока. А вот и, в принципе, землица. Земля нам нужна. Но тут сразу какой-то монстр появился, ребята. И он меня уничтожил. Все-таки очень хорошо, что я здесь путь проложил. Хоть его такой, знаете, не сильно надежный. Но все равно путь есть путь. Ай, меня сразу что-то ударило. Ничего себе. Тот монстр, он что, в лаве где-то сидел? Или что? Но вроде бы он и исчез. Да, точно, он исчез. Это очень хорошо. Так, это что такое выпало? Какая-то ерунда. И как мне туда дальше достроиться? Мне, наверное, нужно будет разрушить вот эти вот блоки, которые здесь внутри находятся. Ладненько, давайте тогда, в принципе, прокладывать маршрут. Я думаю, что мне должно хватить блоков, чтобы достроиться до следующего острова. И все, в принципе, мы с вами уже находимся здесь. Отличненько. Так, у меня есть еще, в принципе, часть лаки-блоков. Давайте будем сначала строиться вот к тому вот маленькому островку. Хоть немножечко вот так вот путь проложим. Тратим все блоки, которые у меня есть. И начинаем разбивать новые блоки. Вау, это песики. Это очень хорошо, это мои защитники. Так, а дальше что такое произошло? Ребята, произошел какой-то взрыв. Это громадный слизень? Да, реально, это просто мега громадный, гигантский слизень. Но он сейчас сгорит в этой лаве. И все, что мне нужно сделать, так это просто дождаться этого. Я надеюсь, когда он сгорит, он распадется не на маленькие слизни. А хотя нет, он распался на маленьких слизней. Блин, капец. Их сколько там стало? Четыре штуки. Сейчас из этих четыре штуки будет восемь. Сейчас из восьми будет еще больше. 64. И вы только гляньте, каких-то много. Но они все погорели. Это было реально очень эпично вообще. Нужно с разгона вот сюда вот запрыгивать. Все, это очень хорошо. Так, песик, восстанавливай мне здоровье, пожалуйста. Это что такое? Это, в принципе, ок, не вам. Дальше какой-то кристаллик или что это? Это уголь, да? Это какой-то, наверное, необычный уголь с прочностью. О, ведьма! Ведьма, уйди отсюда. Все, пусть она сгорает себе. Так, все, она погибла. Еще песик на нее напал. Эй, нет, иди сюда. Возвращайся обратно. Ты же сейчас погибнешь. Папец, мой волчонок сейчас в лаве, наверное, погибнет. Какие-то ведьмы. Интересно, а кто раньше погибнет? А ведьма еще меня, смотрите, пытается уничтожать. По идее, этот волчонок восстанавливает себе здоровье. Я надеюсь, что он все-таки выживет здесь. Так, разбиваем следующие лаки-блоки. Это, короче, какая-то барашка, которая меняет цвет. Я первый раз вижу такую барашку. Так, а почему этот лаки-блок не разбился? О, смотрите, какая-то голова выпала. Ничего себе. А я могу, в принципе, ее себе надеть на голову? Да, ребята, смотрите, я теперь не нубик. Я теперь на девочку похож или что? Напишите в комментариях, на кого я больше похож. На девочку или на мальчика. И, кстати, волчонок погиб, а ведьма осталась. Ничего себе. Она что, не сгорает в этой лаве? Ребята, обратно что-то очень страшное появилось. И произошел какой-то там взрыв. Что же мне делать? Давайте я тогда, наверное, возьму вот эти вот еще 7 блоков и простроюсь, в принципе, в ту сторону. А, это слизень был. Это точно, это громадный был слизень, который с первого раза меня уничтожил. Вот, в принципе, эти слизни уже догорают. Это очень хорошо. Если бы, ребята, не было вот этой вот лавы, то мне кажется, этих слизней было бы нереально просто уничтожить. Так, прокладываем аккуратненько маршрутик. И можно, в принципе, часть блока позаимствовать вот отсюда. Так мы сейчас и сделаем. Еще 3 блока я себе добуду. И мне, в принципе, должно хватить, чтобы достроиться к следующим лаки-блокам. Да, в принципе, песок у нас не сгорает. Это очень хорошо. И земля у нас тоже не сгорает. Все, ребятки, аккуратненько достраиваемся. И, в принципе, потом я еще очень сильно хочу достроиться вот к вот этим вот лаки-блокам. Там их больше всего. Здесь только по 4. Ой, житель, погоди, я перепутал тебя с ведьмой какой-то. Все хорошо. Так, что ты продаешь? Ты меняешь адскую звезду на маяк. Ну, ты, конечно, хитрый угожитель. Нет. Если честно, я бы даже не стал с тобой обмениваться. О, а это блоки. Это очень хорошо, ребята. Мы сейчас с вами вот такой, в принципе, маршрут проложим к этим вот лаки-блокам. Я прям вот такую вот дорожку поставлю, чтобы наверняка, ребята, никак не свалиться. Все хорошо. И вот так вот делаем. Потому что, ну, блоков у меня здесь очень-очень много. Все, в принципе, сейчас я себя чувствую уже более увереннее. Так, что это попадало? Короче, какой-то монстр обратно появился. А хотя нет, ребята, это сила. Смотрите, теперь сколько у меня здесь силы, либо выносливости. Короче, очень много. Так, это что? Это Кирочка. О, хорошо. Может быть, она мне еще пригодится. Так, предупреждение. Предупреждение какое-то. Там появился какой-то зомби. Очень быстрый, необычный зомби. Кстати, та ведьма еще не погибла. Ничего себе. Эй, зомбиара, иди сюда. Я здесь. Ты меня не видишь? Да, ребята, он, наверное, меня не видит. Но этот зомби меня туда дальше не пропустит. Он очень быстрый. Это Херобрин. Точно, ребятки, смотрите. А он, интересно, в лаве сгорает или нет? Да, в лаве ты не такой быстрый. Да, Херобринчик? И я с легкостью смогу от тебя убежать. Так, давайте мы тогда будем, в принципе, это и делать. Отступаем понемножечку. Пока он сюда ко мне придет, он, наверное, погибнет. А может быть, он вообще бессмертный? Потому что он в лаве находится уже очень долгое время. Если бы я был в лаве так долго, как он, я бы уже, наверное, раз десять бы погиб. Он, смотрите, не погибает. И он на меня идет. Ничего себе. Единственное, где я могу, наверное, от него укрыться, так это в своем, ну, как бы не самом защищенном домике. Но все равно в своем домике. Я надеюсь, что этот злой Херобрин не сможет открыть дверь. А хотя, в принципе, это же не зомби. И мне кажется, что он не такой глупый, как они. Ну уже, уйди от меня. Ребята, смотрите, у меня есть небольшой план. Мы сейчас его с вами вот сюда вот загоним. И знаете, что я сделаю? Я сейчас сделаю вот так вот. Я просто от него убегу. Ай! Я в лаву попал. Ну, вы, наверное, поняли, да, что я хотел сделать. Да, я именно хотел сделать вот так вот. И обратно чуточку попал в лаву. И сейчас этот Херобрин будет очень долго ко мне идти, потому что по лаве он очень медленный. Главное, чтобы он не начал... Ай! Какой-то монстр появился. Это что такое? Это какая-то голова. Точно, ребята, это голова, которая стреляет тоже какими-то головами. О! Он начал ведьму уничтожать. Это очень хорошо. Сейчас эта ведьма уничтожится. Если бы он еще Херобрина уничтожил. Ребята, ну это какая-то очень странная ведьма. Смотрите, как долго эта голова ее бьет. Давайте мы сейчас пробежимся. Может быть, эта голова меня трогать не будет. Бей ведьму. Да, я хороший нубик. Главное, чтобы эта ведьма не погибла. Потому что, когда она погибнет, эта голова начнет бить меня. А я сейчас буду открывать вот эти вот лаки-блоки. Все, я спрятался. Давайте, в принципе, тогда станем вот здесь вот. Все, тут вроде чувак меня не видит, но сразу появляется слизень огромный. Да что это вообще такое? И он начинает уничтожать слизня. А хотя нет, он дальше продолжает бить ту ведьму. Ну, согласитесь, здесь выживать очень и очень сложно. Еще, кстати, вон Херобрин. Он не погиб. Нет! Он меня просто не пускает. Смотрите, ребята, он встал на проходе. Если он меня не пропустит, я не знаю, как я дальше туда пройду. Кстати, смотрите, уже, в принципе, ночь сейчас настанет. Но из-за того, что здесь везде лава, я думаю, что нам будет светло. Нужно как-то вот этого вот летающего монстра заманить сюда, чтобы он начал уничтожать этого Херобрина. Этот Херобрин, он, по идее, раньше был нубиком, но он выбрал в сторону зла. И он меня отсюда, походу, не выпустит уже. Эй, может быть, мы как-то с тобой договоримся? Что? Этот монстр, смотрите, ребята, что он сделал? Он разбил мой домик. Мы полностью практически так хлебушек запираем. Капец, он начал меня стрелять вот этими вот глыбинками. И теперь у меня здесь нету дверей. Капец, что же мне делать, ребята? Что же мне делать? У меня, в принципе, появился небольшой план, как себя я смогу спасти вот таким вот образом. И мне нужно очень быстренько установить вот сюда вот дверь. Фу, хотя бы вот так вот, ребята. Все, этот монстр, по идее, уже не должен меня стрелять. У меня тут, в принципе, еще хватает блоков, чтобы вот это вот все дело замуровать. Да, пока, в принципе, все отлично, но как выжить мне в таких вот сложных условиях, когда вот этот вот хероприн не выпускает меня отсюда, а вот тот вот монстр не хочет его трогать? Вот если бы они начали сражаться друг с другом, тогда, в принципе, у меня были бы какие-то шансы. Ну, а сейчас шансов у меня вообще никаких нету. Один стал с одной стороны, другой с другой стороны, и они просто меня, ребятки, не выпускают. Если честно, я даже не знаю, что мне делать. Ребята, на этом свой ролик я буду заканчивать. Кому он понравился, и вообще, кому нравятся ролики по Майнкрафту, смело подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, так как на моем канале выходят очень часто новенькие видосики. Ну, а на этом все. С вами был я, Нубик Алексис в Майнкрафте. Всем пока! Пока!